здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать сегодня поговорим о мастер-классах а конкретно о том как я к этому пришел в мастер на все руки и что уже успел провести к этому моменту в этом году и рамыч приобщился к этому стал трудовиком так сказать что делаешь что на этот раз будет такой что-то надо простое было и вот так 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 сюда такая ручка пойдет эти подносы а подносик так что-то быстро изобразить и не запариваешься табуретки скворечники слишком такая мощная мозговая активность это такой комплект будет да это нет комплект от кактус остался банки для саморезов купил потому что начать делать да так уж там саморезов берешь килограмм того килограмм всего а в итоге килограмм это мощно мастер-класс на половину больше половины нет пришлось купить а бош не бош сколько стоит рамы сейчас ничи такие а вот очень интересная история до каких-то определенных событий он стал там 5 700 потом как начались события стал стоить 10 а потом цены так плавали 7 8 6 5 8 7 6 11 поехал короче за ним прихожу он упал до 66 все надо брать 6 стоит я поехал за интерсколом бесщеточным он стал 5 700 я такой 5 700 6 конечно надо батареи перепаивать запчасти на алик и заказали в итоге он будет только месяц идти поработать надо ну еще 5 шуруповертов по 1200 мощных для детей помните я как-то уже рассказывал про цех номер 5 лофт который замутили ребятам для проведения мастер-классов и тому подобным мероприятий так вот и я решил провести там свой к этому моменту у меня уже была сформированная авторская обучалка по трафарету это был целый курс который я преподавал в местном доме культуры поэтому я уже в принципе знаю что мне для этого понадобится какие заготовки и расходники трудовик да и учитель по изо студии вызов по изошки но потом мы должны спускаться в подвал и идет в подвале бухать обязательно обязательно бухать надо прямо в кабинет а ну нам еще нужен физрук в кабинете и вот здесь это у трудовика обязательно пузырь спрятан уже такой початый да ну да ты зашел на перемене когда урока нужно втащить рамоч стабильно каждое воскресенье крафт с детишками разные полезные изделия а я в свою очередь хочу научить их трафаретной техники группа уже набралась и у нас на все про все два часа за которые мы должны успеть нарисовать картину формата а4 я уже говорил что схема отработана и подготовка здесь занимает важнейшее место ну вы просто прикиньте загрунтовать заготовки распечатать трафики подобрать краски плюс у каждого должен быть доступ ко всем инструментам ну как минимум по канцелярскому ножу на каждого человека в этот раз будем рисовать супергероев в таком минимализме эскизы я просто надергал из пинтерест вы же не думаете что я буду отрисовывать каждый вариант самостоятельно не 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 давайте спустимся с небес на землю а это мой самый главный ученик абсолютно безнадежный конечно но я не опускаю руки я даю возможность каждому выбрать своего персонажа ведь намного интереснее рисовать то что ты хочешь выбор не безграничный конечно но вариантов пять было я думаю что этого достаточно ну короче следующие два часа я буду учить ребят вырезать трафареты и наносить с помощью них изображения если вы уже довольно давно подписаны на этот канал то этот алгоритм вы видели уже неоднократно я не буду сейчас делать описание каждого этапа мне больше хочется рассказать о том как я вообще пришел к идее проводить мастер-классы и что из этого вышел в конце 2016 года я работал на одном складе и мне это так прям нормально поднадоело я решил что-то изменить своей жизни решил попробовать что-то новенькое начал читать разные статейки и в какой-то момент наткнулся на то что можно проводить мастер-классы к тому моменту я какое-то время уже рисовал и у меня скопился довольно неплохой багаж знаний в области трафаретки не решил попробовать думаю почему бы и нет первым делом я все сформулировал написал на бумаге и вообще представил как это будет происходить следующим этапом нужно было найти локацию где я буду все это делать я прошерстился в москву с целью найти какое-нибудь самое доступное коммерческое помещение где я могу просто на часик или на 2 снять не совсем уже за какие-то космические деньги поездил по всем вариантам отобрал самые подходящие и помню что первый мастер-класс я провел вообще бесплатно мне нужно было посмотреть на что я способен как это вообще получается у меня не получается потяну не потяну первый мастер-класс я сделал не такой уж сложный рисовали знаменитых людей я специально вырезал все заранее группа набралась довольно быстро и мы где-то приблизительно за часик минут за 40 все это дело провернули с этого момента я понял что ничего страшного в этом нету я могу спокойно делать платные мастер-классы а точнее он был всего один просто я повторял его много-много раз и назывался он портрет в стиле поп-арт фишка заключалась в том что участники скидывали мне фотографии людей которые они хотели нарисовать кстати частенько были автопортреты а я делал из них трафареты над которыми в дальнейшем и велась вся работа последовательность абсолютно точно такая же вырезается персонаж разрезается по слоям и при помощи этого трафарета наносится краска вот так и получается финальное изображение как вы можете заметить очертания формы здесь не самые простые поэтому я и ставил ограничение по возрасту и группа набиралась преимущественно из взрослых людей как показывает практика даже у людей с минимальным художественным опытом получалось весьма похоже изобразить выбранного человека в общем всем все нравилось ты приятно проводишь время обучаясь чему-то новому плюс уносишь собой портрет который может оказаться отличным подарком кстати ну или просто на крайняк повиснет дома потом как я уже говорил был период когда я преподавал в одном дк курс по трафаретному искусству но это аналогичная история особо ничем не отличающаяся в итоге я все это забросил и основное внимание стал уделять своим проектам например вот из последнего дали на кастомизацию старые отечественные колонки под заказ подобные творческие проекты занимают большую часть моего времени и стыковать это с преподавательской деятельностью довольно проблематично ведь к занятиям надо готовиться а их на неделе может быть еще и не одна штука в общем времени на все не хватает и вот получается что нужно правильно расставить приоритеты зависимости от своих предпочтений мой выбор сделан а если в целом педагогика вещь специфическая и не всем подходит тем более когда речь идет о детях ведь они не всегда идут по своему желанию очень распространенная тема когда ребенка записывают на занятия родители дабы выкроить для себя часик-другой свободного времени и вот тогда заинтересованность ребенка становится твоей задачей особенно это сложно когда на те трафареты в гробу видал со взрослым контингентом попроще но тут уже сам понимаешь что не особо горит желанием так часто работать с людьми в общем вещь сугубо индивидуальная так что по колоночкам у меня здесь такая советская тематика на одном изображен работягам в таком заводском тире городском антураже она другой симпатяшка которая отдыхает на природе чувствуете такая дуальность ну что самое интересное что вместе они смотрятся весьма гармонично вот этот суровый взгляд настоящего советского человека женщина мечтаю еще смотрит на мороженку мужик как мотор готов работать ради страны индустриальная тема тут короче мастер-классы все-таки штука такая сезонная и летом посещаемость заметно снизилась но это в принципе логично все в отпусках отдыхают ну как можно догадаться сейчас опять начинается новый сезон как прошел мастер-класс это уже это первый после лета да ну да нормально вся группа набралась нет как всегда там отвалились ничего не сказали несколько с 11 человек набралось 7 должно было бы а 6 нормально ну и что-то кстати следующее воскресенье планируешь откуда у тебя вообще идей берутся откуда открываешь там люб пинтерест мне когда надо что-то куплять чтобы сделать чтобы сделать так открываешь пинтерест смотришь а пинтер это с не открываешь там в ленте где-нибудь попадать что-то такое интересное такое а я могу лучше или что-нибудь о надо что-нибудь типа подобное сделать ты же делаешь так осень что надо делать осенью правильно зарочек вы мы сегодня будем собственными руками делать кормушки для птичек наконец-то это день кончал да наконец-то этот день прошел наконец-то мы это сделали ничего получилось да ну как всегда кто-то слишком старается хорошенько кто за 15 минут хочет собрать ключа я собрал все нормально и сидит саморезов стол в курсе делаю и такое тоже бывает дети разные ну как бы так сказать что шибко весело не знаю не шибко весело как заработок это вообще не стоит рассматривать так типа от нефиг делать там наш денек два потратить там можно поковырять а так это не бизнес короче вот такие дела прожмите пожалуйста лайчонок если не сложно и до встречи в новых видосов пока